Что делает учителя учителем с большой буквы? Согласитесь, это не только аттестат и высшее образование. О своем педагогическом кредо в свободной форме рассказали финалистки муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». За право обладать почетным званием соревновались педагоги Юлия Клочкова из 9-го интерната, Анна Панькина из 2-й гимназии, Юлия Слюсарева из 16-й школы и Ольга Баранова из 3-го лицея. Видеовизитки, танцевальные номера, красочные презентации. Секреты преподавательского мастерства раскрывали в самых разных формах. Педагогическое кредо – это вера в то, каким должен быть учитель. И тут начинается борьба между шаблонами, стереотипами понимания роли учителя сторонним наблюдателем и реальностью, в которую погружается тот, кто идет с ребенком рядом, хотя и стоит у доски. За плечами финалисток два непростых тура. В рамках конкурса они провели открытые уроки. Также экспертное жюри оценивало педагогические находки конкурсанток на этапе «Методическая мастерская». По сложившейся традиции, перед началом финального тура баллы не оглашали, чтобы не влиять на мнение членов жюри. По итогу всех испытаний наибольшее количество баллов набрала учитель химии лицея номер 3 Ольга Баранова, став победителем муниципального этапа конкурса. Результатов мы не знали никто, поэтому уверенности не было ни у кого. У нас до последнего момента, вот вчера была репетиция, нам сказали, что девочки всем победы. Первые два тура, урок я была довольна собой. Других финалистов я не видела, потому что уроки были все за закрытыми стенами, только комиссия, мы и дети. Методическая мастерская, все, по-моему, выступили достойно, каждый предложил свои идеи, мне кажется, все молодцы. Ольга Баранова представит наш город на зональном этапе Всероссийского конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.